Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Сегодня день памяти жертв политических репрессий. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. Под жернова беспощадного сталинского режима первой половины XX века попали целые народы, сословия, в их числе представители религиозных конфессий, военные, казачеств, интеллигенция. Репрессии стали жестоким инструментом для достижения целей тоталитарного режима. Депортация карачаевского народа коснулась абсолютно каждой карачаевской семьи. Беда не сломила людей, и после реабилитации карачаевцы вернулись в родные края, где их встретили и поддержали земляки. Сегодня очень важно чтить память наших репрессированных соотечественников и воспитывать в подрастающем поколении ценность человеческой жизни. Жителям республики, прошедшим через тяжкие испытания тоталитарного режима, желаем крепкого здоровья, долголетия, мира и добра. В Зеленчукском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Фроловский и подключены первые потребители. Протяженность 5 километров и построен газопровод в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии. Вместе с почетными гостями Радос Хуторян разделила и наша съемочная группа. Смотрите подробности. Межпоселковый газопровод до хутора Фроловский был построен в 2020 году. Затем еще 4 километра газовых сетей проложены по его улицам. Благодаря программе догосификации подключение для хуторян стало бесплатным. По поручению главы республики, помимо того, что газовая инфраструктура дойдет бесплатно, совершенно бесплатно до границ каждого домовладения, еще внутри домовладения будет выполнен за счет средств республики полностью все мероприятия по прокладке газопровода и доведению его непосредственно до приборов потребления газа. Поэтому всех, пользуясь случаем, прошу обратиться с заявлением в ПАО «Газпром» для газификации своих домовладений. С запуском газопровода около 135 домовладений и более 190 жителей получат возможность подключить газ в своих домах, сделать их еще теплее и уютнее. Сегодня все 136 домовладений хутора имеют возможность к подключению к природному газу. В Зелечевском районе работа по дегазификации ведется очень активно. В настоящее время, на сегодняшний день, принято более 600 заявок, 70% из которых уже реализованы. 126 домовладений района уже подключены. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Черкес» построили газопровод до границ домовладений без привлечения средств потребителей. Акт о готовности сетей подписан. «Газификация домовладений специалистами общества проведена в полном объеме. Объект испытан и готов к эксплуатации. Разрешите подать газ в газопроводы?» «Разрешаю». Одним из символов программы газификации стала эстафета газа. Газовики зажигают факелы и передают их руководителям для символического пуска и зажжения газа. Вместе с почетными гостями мы стали свидетелями первой официальной подачи газа в дом жителя хутора Фроловский, пенсионера Михаила Григорьевича Каменева. «В прошлом году нас зимой протянули трубу по хутору, но с нового года уже начали беспокоиться. Мышь райгаз сразу два, наверное, ездил я. Ну, с февраля сказали, собирайте документы, будем тянуть у вас газ. Ну, теперь я рад, что у меня есть газ». «Раньше мы на зиму готовили машин 5-6 дров, покупали 4-5 тонн угля. Сейчас вообще стала проблема у нас в республике купить уголь. И поэтому последнюю зиму он топил только дровами. И для этого было очень много прилагалось труда, чтобы привезти эти дрова, наколоть, нарубить. Вот остались у него, теперь будет дровами топить только баню. Слава богу, у пенсионера теперь появится гораздо больше свободного времени, потому что не нужно топить печку, таскать дрова, колоть, уголь сеять. И условия жизни, я думаю, качество жизни улучшится». В Карачаево-Черкесии успешно реализуется федеральная программа по газификации регионов и программа до газификации, благодаря которой несколько тысяч жителей республики уже получили возможность безвозмездно газифицировать свои дома и пользоваться голубым топливом. И эта работа продолжается. Мурат Сенкизова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Роль средств массовой информации в условиях проведения специальной военной операции, в условиях региональной журналистики – все это обсудили наши коллеги с ГТРК «Южный Урал», заместителем генерального директора, руководителем регионального департамента ВГТРК, председателем Комиссии общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Амсабитовым. Рифат Абдул-Вагапович, здравствуйте. Рады видеть вас у нас в студии. На совместном заседании комиссии ОПРФ и представителей общественного совета Минцифры вы отметили важную роль представителей региональных СМИ. Ведь в последнее время они освещают не только местную повестку, но и объективно рассказывают о том, что происходит в стране и мире. По вашим наблюдениям, как региональные журналисты справляются с такой, по сути, новой для них функцией? Я хотел бы совершенно искренне сказать огромное спасибо нашим коллегам во всех регионах Российской Федерации. Команда работает очень сплоченно, очень профессионально и доводит достоверную и своевременную оперативную информацию до населения, что очень важно в сегодняшних условиях. Сейчас средства массовой информации столкнулись с такой новой для себя проблемой, с которой раньше сталкивались крайне редко. Это блокировка их возможности выкладывать свой контент на иностранных интернет-ресурсах, таких как YouTube, например. И получается, что твой канал – это вовсе уже не твой канал, и не ты решаешь, что там будет размещено. Так вот, у ВГТРК есть собственная, независимая от западных технологий, площадка «Смотрим». Какова перспектива для региональных телерадиокомпаний пользоваться именно этой площадкой? Проблема блокировки наших журналистов, их аккаунтов, их материалов, она возникла не сегодня, это продолжается уже много лет. И, естественно, возникал вопрос, на разных площадках мы это обсуждали, и в Государственной Думе, и в Общественной Палате, и Минцифры, о том, что необходимо создавать, конечно, свои собственные ресурсы, которые позволяли бы размещать аккаунт наших пользователей совершенно без всякой цензуры, без всякой правки со стороны, скажем так, наших информационных противников. Ну, в этом направлении работают различные структуры, в том числе и ВГТРК, Добродеевым Олегом Борисовичем, генеральным директором, было принято решение три года назад о создании собственной платформы. Назвали «Смотрим.ру», и вот уже три года она успешно развивается. На этой платформе размещаются материалы всех наших региональных филиалов, без исключения, за что отдельное спасибо всем коллегам. И я считаю, что платформа успешно развивается. Есть, конечно, технические сложности, которые преодолимы. Для этого нужно некое время. Тем не менее, сегодня на платформе размещаются практически все продукты ВГТРК, как федеральные, так и региональные. Зритель может смотреть их как в режиме онлайн, так и в режиме удаленного доступа, в записи. То есть, по факту, подхватили до того, как проблема наступила, и мы спокойно этим пользуемся без цензуры западной. Да, совершенно верно, абсолютно. С началом специальной военной операции на Украине информационное пространство захватило просто какое-то неимоверное количество фейков. И журналистам пришлось учиться более тщательному отбору информации. Появились более жесткие требования к работе СМИ со стороны надзорных органов в том числе. Минусы и проблемы этих процессов мы, конечно, все осознаем и понимаем. Но может в долгосрочной перспективе есть и плюсы какие-то? Может ли этот период стать для журналистики такой профессиональной санацией? Ну, дело в том, что действительно в условиях специальной военной операции против нашей страны, не побоюсь этого слова, началась совершенно беспрецедентная информационная война. Все средства, мощь наших эзотационных противников брошены в бой. Это совершенно так, это иначе не назовешь. И надо сказать, что поначалу не все журналисты были, в общем, к такому потоку лжи, всякой инсинуации и фейковой информации готовы. Ну, постепенно ситуация выравнивается, мы работаем в этом направлении, все вместе. Главное, чтобы информация действительно была достоверной и проверенной. Прежде чем выплескать ее в пространство информационное, надо тщательно ее проверять. И все, что касается всяческих лживых сообщений с той стороны, надо умело этому противостоять и профессионально опровергать. Будем расследить это как точку роста профессионального. Более тщательно все перепроверять. Президент Владимир Путин поручил до конца года закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Кроме того, президент поручил ежегодно выделять около 4 миллиардов рублей на цифровое и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию. Как по вашим прогнозам, как быстро такие меры позволят развить это направление именно в регионах? Ну, я бы не стал делить акцент. Регионы, федеральный центр, все работают достаточно ровно и успешно. Порой даже региональные журналисты и специалисты опережают федеральные структуры в этом направлении. В разных наших региональных филиалах коллеги уже давно этой темой занимаются. Занимаются темой создания программ для детей, мультфильмов и даже художественных фильмов. И, в общем, успешно осваивают это пространство. Поэтому это никакая не инновация, а просто президент Российской Федерации, Владимир Путин, обратил внимание на это. Действительно, очень важно создавать для детей, скажем так, позитивный продукт. Позитивный продукт, вспомните, наше детство, какие были замечательные, добрые советские мультфильмы. На наших мультфильмах даже, как говорит история и знающие люди, учился Уолк Дисней, между прочим. Это потом уже он опередил наших мультипликаторов. И в 90-е годы, к сожалению, мультипликация наша как-то так постепенно ушла в тень. Но школа-то осталась. Интерес к людей остался. И знаю очень много молодых людей, которые интересуются именно этим направлением своего будущего, своего творчества. Создание программ для детей, в том числе документальных коротких фильмов. Детям это очень интересно рассказывать историю нашего государства, причем в интересной форме. И привлекая, наверное, способы мультипликации, анимации в том числе. Поэтому точно знаю, что наши коллеги в регионах к этому готовы. Дети это прекрасно впитывают, знаю по себе, имею возможность наблюдать. На самом деле работает молниеносно, безотказно. Будем продолжать мы работать уже в этом направлении тогда. 4 ноября на уже упомянутой нами платформе «Смотрим» пройдет всероссийский телемарафон, который приурочен к Дню Народного Единства. Называться он будет «Национальный характер». Он объединяет все регионы, которые представят свои сюжеты и музыкальные номера. Это уже шестой такой проект за последние два года. И надо сказать, что никто не придумал ничего подобного и уж тем более не воплотил. Как вы оцениваете роль телемарафона в формировании единого социокультурного пространства России? У нас страна очень большая, с очень большой и протяженной территорией. У нас страна с различными пластами истории, культуры. Населяет нашу огромную страну. По последним данным, 193 представители 193 национальностей. Представьте себе это. И ВГТРК, выполняя свою миссию сохранения культуры и наследия и языка народов Российской Федерации, ежесуточно вещает на 57 языках и на речьях народов Российской Федерации. Это очень тяжелая, непростая, но очень благодарная работа. И показать действительно культурный код, а нынешний год, 2022, указан президентом Российской Федерации, объявлен годом сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Очень важно, конечно, показать культурный код, который формирует национальный характер нашего народа. И это сегодня особенно важно в условиях, проводящейся на Украине специальной военной операции, показать моральный дух, крепость духа и победимость нашего народа. Вот такая, собственно, цель нашего телемарафона, который мы делаем уже действительно практически в шестой раз. За год, мы начали в прошлом году делать такой продукт, и поняли, что зритель очень ждет чего-то подобного в разных направлениях. И каждый раз, значит, наша творческая группа что-то новое придумывает коллективным усилием, коллективным разумом, при участии всех наших региональных филиалов. За это отдельное спасибо коллегам. Но я думаю, что 4 ноября мы посмотрим в эфире, на платформе смотрим.ру, и в региональных эфирах очень интересный продукт. Спасибо вам большое за увлекательную и интересную беседу. Сейчас реклама, после продолжим выпуск. Дорогой, это в багажник, а я сумочки еще посмотрю. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Зовут меня Злодник Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Двойная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия – это основа жизнедеятельности, школа мужества, как говорится, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный. 8 878 2 26 36 32. Специалисты Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора бьют тревогу. В Хабецком районе существует явная угроза вскрытия Сибири язвенного захоронения, которое расположено в непосредственной близости от реки Большой Зеленчук. Около потенциально опасного объекта побывал наш корреспондент Артур Мхце. Воды Большого Зеленчука впечатляют, неся с собой жизнь населению нескольких регионов страны. Однако всё это может одномоментно исчезнуть, если люди продолжат относиться беспечно к тому, за что в ответе. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено сибирязное захоронение, которое находится в ауле Беселине Хабецкого района. Находится, как бы возникла угроза затопления. Как видите, земельный участок расположен в пойме реки Большой Зеленчук. Этому захоронению на экране населённого пункта в нынешнем году исполнилось 30 лет. По данным специалистов Россельхознадзора, умершая в 92-м году от сибирской язвы животное, было утилизировано в полном соответствии с санитарными правилами. Сожжено, а останки спрятаны в землю в бетонном саркофаге. Главное – не давать проточной воде допуск к сооружению. Однако именно это в последнее время происходит. В периоды паводков и дождей река Большой Зеленчук значительно увеличивается в размерах. Имеющийся здесь берегоукрепление выполняет свою функцию лишь формально. Если не принять экстренные меры, то может произойти полностью размыв, в сибирязи на захоронение. И, как видите, река находится поблизости, что будет размыв сибирязи на захоронение, что вызовет угрозу распространения сибирской язвы. В течение какого времени надо решить эту проблему? Незамедлительно. Тут временной отрезок нельзя обозначать, год или два, или месяц. Потому что, сами прекрасно видите, река находится в непосредственной близости. Если завтра опять паводок будет, никакой гарантии нет, что она не смоет это сибирязное захоронение. Специалисты Ростельхознадзора требуют от администрации сельского поселения немедленно предпринять все необходимые меры. Информация о проблеме также направлена руководству Хабецкого района, а также в региональное управление ФСБ, Роспотребнадзора, прокуратуры. Пока же все, что сделано здесь, это сваленные в кучу большие валуны. Может, таким способом предполагается защищать захоронение от подтопления? Если же саркофаг вскроется, а споры попадут в реку, последствия могут оказаться печальными для очень многих. К слову, не мешало бы обновить табличку на самом объекте. Сейчас на ней с трудом читается лишь слово «сибирское». Безопасность людей в их собственных руках. Хотя, глядя на окружающие холмы, даже не верится, что кто-то заботится о сохранении родной природы. Вдоль дороги к захоронению свалены горы мусора. Каждый раз после субботней уборки подрядной организацией становится чище. Однако жители аула и соседних населённых пунктов уверенно подталкивают собственную землю к экологической катастрофе, фундаментом которой может как раз стать сибиреязвенное захоронение примерно в пяти метрах от реки Большой Зеленчук. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия, Хабецкий район. В общеобразовательной школе села Садовая Дагихабльского района состоялся республиканский семинар-встреча с участниками программы «Земский учитель-2022». Педагоги собрались, чтобы обменяться опытом, а также повысить мастерство учителей на селе. Подробности в репортаже Альбины Курочиновой-Кенжевой. В уютной и обновленной школе дружный коллектив встречал гостей у порога и провожал в актовый зал, где собралось руководство Министерства образования и науки республики, руководители муниципальных органов управления образования и педагоги-победители конкурса «Земский учитель-2022». Присутствующих приветствовала директор Эльвира Блимготова. Мы рады приветствовать вас сегодня в стенах нашей обновленной, открывшейся после капитального ремонта школы. Цель сегодняшнего мероприятия – обмен эффективными практиками, организации образовательного процесса, педагогов, участников программы «Земский учитель», а также выстраивание системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников, педагогических участников программы «Земский учитель». Учителя привносят что-то новое из года в год, общаясь, перенимая опыт друг у друга. Неравнодушие, стремление добиться успехов и максимально состояться в своей профессии – все это вносит вклад в развитие педагогической сферы региональной системы образования. Опыт, который сегодня представлен педагогам, те проблемы, которые они могут обсудить – все это полезно и даст импульс для продуктивной работы, отметила министр Инна Кравченко. Уже стала добрая традиция, что в начале нового учебного года, после периода адаптации мы встречаемся с победителями конкурса «Земский учитель». И сегодняшняя наша встреча не стала исключением. 22 победителя в 2022 году стали участниками нашей программы «Земский учитель». Сегодня мы с вами встретимся для того, чтобы, во-первых, познакомиться воочию, потому что комиссия отборочная, которая работала, республиканская, по большому счёту работала с вашими документами, но не с вами. Во-вторых, мы сегодня увидим лучшие педагогические практики и дадим оценку. Гостям провели экскурсию по школе, продемонстрировали новейшие технологии образовательного процесса, провели физико-химический опыт. Лучшие учителя провели перед участниками семинара уроки и показали на практике новые методические приёмы и формы работы. Увлекательное обсуждение, выявление и анализ проблем, возникающих по ходу ведения урока, разыгрывание учебных ситуаций с последующим обсуждением, дискуссии – всё это вызывало интерес учителей и доказывало правильность их профессионального выбора. Программа «Земский учитель» – это, конечно, большая поддержка учителям. Сегодняшний семинар тоже приносит свои результаты, обмен опытом между учителями. Люблю свой предмет, люблю детей, самое главное. Почему я нахожусь 27 лет в школе. В конце года Министерством образования и науки планируется встреча таким же составом для более детального обсуждения педагогической деятельности земских учителей. Альбина Курочинова, Кенжи Валек Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. За последние шесть лет в столице Карачаевой Черкесии по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое оборудование установлено в 44 многоквартирных жилых домах, осознаваемом в черкесской комфорте и некоторых появившихся проблемах в репортаже нашего корреспондента Артура Мхце. Одной из причин остановок, отключения лифта, служит неправильная их эксплуатация. В этом доме по улице Октябрьской в течение двух летних месяцев текущего года было заменено отслужившее свой срок лифтовое оборудование. Когда установленный по программе капитального ремонта подъемник наконец-то заработал, люди вздохнули с облегчением. Мол, пешие прогулки по лестницам остались в прошлом. На первых порах новинка действительно радовала комфортом. Вместимость куда больше, не слышно и звуков подозрительного скрижета из шахты. Однако затем лифт просто перестал работать. В управляющей компании разводили руками. Лишь специалисты регионального управления жилищного надзора помогли достучаться до организации, которая должна контролировать состояние подобного оборудования. И лифт снова поехал. В нынешнем году работы по установке в Черкесске новых подъемников были проведены в восьми многоквартирных жилых домах. Участие в приемке современного типа конструкции принимали представители Ростехнадзора, мэрии, фонда капитального ремонта, управляющих организаций и сами собственники жилья. Работали в начале сентября. И потом? А потом вот так. Не работают и все, не работают и все. Но потом останавливались. Останавливались. Периодически. Периодически. Периодически стояли. Ну вызывали. Застревали. Ну сейчас вроде более-менее пошло. А потом наша старшая по дому, она и Лида, вызвали этого начальника. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе. И люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. Лифты чувствительные, в них много электроники. Наладка оборудования действительно требует некоторого времени. Другое дело, что кое-где подъемные устройства постепенно приобретают сходство со своими предшественниками. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные. В них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывают то, что не успели пустить лифты в работу. Как что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Представители управления ЖКХ просят горожан бережнее относиться к тому, что для них делается. Ведь установленные сейчас лифты никто не будет менять в течение минимум четверти века. То есть людям придется все это время лицезреть те художества, которые они решат оставить на долгую память себе и другим. За техническое состояние отвечает специальная служба, связаться с которой при поломке лифта обязаны представители управляющей компании. Но вот так сказать за картинку в ответе – сами жители. Артур Мухцелек, Малхожев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы победы. Сталинград» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии прочитали отрывки из книги «Стояли насмерть» командира легендарной 10-й стрелковой дивизии НКВД Александра Сараева. Цель акции – сохранить историческую память о подвигах воинов правопорядка. Еще в начале 1942 года, когда обкому партии и городскому комитету обороны стало известно о том, что в Сталинграде предстоит сформировать дивизию, мы не знали и не предполагали о той роли, которую ей предстоит сыграть через шесть месяцев. Ей выпала тяжкая доля первой вступить в неравный бой с прорвавшимися к Сталинграду полчищами немецко-фашистских войск. Прежде чем вступить в бой с немецко-фашистскими захватчиками, воины дивизии в исключительно сложной обстановке выполнили ряд немаловажных боевых заданий городского комитета обороны и верховного командования. Они несли охранную службу на донских и волчских переправах, на основных коммуникациях, на подступах к городу, участвовали в борьбе с вражескими десантами, патрулировали улицы. Все эти мероприятия позволили при фронтовом городе сохранить четкий трудовой ритм, обеспечить строгий порядок и привести Сталинград в боевую готовность. Исключительно тяжелыми были бои севернее города на тракторозаводском боевом участке. Начиная с 25 августа и в последующие дни, здесь самоотверженно сражался с превосходящими силами врага 282-й стрелковый полк 10-й дивизии войск НКВД. Умело и стойко сражались бойцы и командиры 269-го, 270-го, 271-го и 272-го стрелковых полков дивизии. Это они в первые дни боев за Сталинград не допустили прорыва противника к Мамаеву-Кургану, в центральную и зацарицинскую части города. Воины-чекисты и бойцы истребительных батальонов выстояли перед натиском немецко-фашистских войск до подхода регулярных частей Красной Армии. Бойцы, командиры и политработники 10-й дивизии войск НКВД в дни Сталинградской битвы проявили массовый героизм, самоотверженность, стойкость и преданность Родине. Они до конца выполнили свой священный долг, не допустив врага. Примером боевой храбрости и героизма в боях за Сталинград являлся сам командир дивизии товарищ Александр Сараев. Он самоотверженно выполнял задания командования Военного совета фронта и Городского комитета обороны. Сроки формирования 10-й стрелковой дивизии оперативных войск НКВД и ее состав были определены специальным постановлением Государственного комитета обороны. По всей организационной структуре она отличалась от соединений Красной Армии. В ее состав входили управление дивизией, стрелковые полки, рота боевого обеспечения, медико-санитарная рота и тыловые подразделения. Дивизия подчинялась начальнику НКВД по Сталинградской области. Стрелковый полк являлся самостоятельной единицей и предназначался для охраны объектов, размещенных на большой территории. В его состав входили три стрелковых батальона, минометная рота, рота автоматчиков, рота связи, взводы, разведывательные, саперные и химизащиты и тыловые подразделения. В каждом батальоне имелось три стрелковых рота и пыльмотный взвод. Особенностью формирования 10-й дивизии войск НКВД являлась то, что в ее состав были включены в основном уже укомплектованные стрелковые полки. Первым Сталинград привел 272-й комсомольский полк. Он был укомплектован за байкальскими потомками пугачевских казаков из Борзии до Урии. С ночи охотниками Таёжной части Сибири, в основном добровольцами, изъявившими желание быстрее попасть на фронт. Состав войск Сталинградского гарнизона был разнороден. Основы составляли формирование войск НКВД, 10-я дивизия, 73-й отдельный краснознаменный броневоезд, истребительные батальоны и сводные батальоны полков, 249-го конвоинного, 91-го железнодорожного и 178-го стрелкового по охране промышленных предприятий. Кроме того, в Сталинграде дислоцировались военные и политические училища, 21-й и 28-й отдельные учебные танковые батальоны, 32-й сводный отряд морской пехоты, Воложской военной флотилии и другие мелкие формирования. 22 августа городской комитет обороны принял постановление о усилении охраны заводов города Сталинграда за счёт дополнительных воензированных команд. В момент непосредственной угрозы заводам эти команды должны были действовать под руководством командиров армейских частей. Городской комитет обороны обязал выделить из отрядов народного оплачения наиболее боевую их часть, могущую по первому приказанию участвовать в боевых операциях. В итоге осуществление указанных мероприятий в городе был наведён в порядок. Это позволило достаточно чётко управлять его жизнью, а при угрозе нападения привести в оборонительное состояние для отражения ударов противника. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова